Главное политическое событие года, точнее трагедия, война на Украине. По области покатилась серия митингов против геноцида на юго-востоке некогда Братской Республики. Ведь у многих там родственники. Я очень за них сильно волнуюсь. Дядя уже старый, ему 80 лет, мои братья там живут. Говорят, что все напряженно и все под контролем со стороны фашистской фунты. Весной Крым неожиданно стал нашим. Владимирский губернатор так горячо поддерживала это присоединение, что некоторые начали полагать, полуостров заберет ее себе. Но Орлова им ответила. Не дождетесь. Я избрана на 5 лет. И я буду добросовестно работать в области на тот срок, который я избрана. В добросовестности Светланы Юрьевны никто не сомневается. Но в выходящем 2014-м ее недобросовестно подставили. Подсказали закрыть Большую Московскую для машин. Сказать в глаза, что так делать нельзя, решилась только Алиса Аксенова, ставшая в 2014-м героем труда. Ну, ребят, ну вы представьте, вот посреди вот у нас и так, что с транспортом творится, да? А тут еще поставить посредине столики, кто на них будет сидеть? Говорят, протест против местного Арбата дошел до того, что даже Путину стали уходить просьбы отправить губернатора в отставку. Перенос блинчиков тоже для многих стал жизненно важным вопросом. Кафе стоит на этом месте уже полвека. Тронуть его решили в связи с приездом патриарха. И решением восстановить здесь храм. Не представляющий никакой ценности павильон наверняка бы снесли, если бы не петиции в интернете. Одни требовали закрыть стекляшку, другие оставить. Последние победили, потому что их больше. Правда, до сих пор неясно, куда блинчики переедут. Но, скорее всего, не к театру кукол, как предполагалось. Потому что здание историческое, и строить что-то впритык к нему нельзя. Вообще, 2014-й показал, гражданское общество во Владимире не просто есть, власть к нему прислушивается. Спасский холм наверняка остался бы в частных руках, если бы не общественники. А для первого человека области год был не таким триумфальным, как выбранный 2013-й. Ее критиковали, губернатор раздражалась. Фонд «Петербургская политика» уже неоднократно отмечал и усиливал такую компоненту, как конфликтность Светланы Юрьевны и невозможность согласовать свои действия с местными элитами. Я полагаю, что это достаточно серьезный вызов. Но в то же время, в целом, все аналитические структуры очень хорошо, позитивно относятся к действующему губернатору. Команда губернатора, выходящего в 2014-м, не претерпела серьезных изменений. На ключевых постах по-прежнему и некоторые люди Николая Виноградова, вице-губернатора Кузин, Конышев, Гусев. Это люди, которые вполне встроились. Немножко хуже обстояло дело с Вячеславом Гусевым. Но вот у него сейчас произошли перемены. То есть он только вице-губернатор по сельскому хозяйству, но больше не директор соответствующего департамента. Но вот эти люди, они там остаются и им пока замена не найдена. Под конец года всем нам по традиции послание президента. Оправдываться и отступать перед Западом мы не будем. Выйдем из тисков экономической стагнации, снизим инфляцию до 4%. Не будем вводить новые налоги. Владимир Владимирович четко поставил задачу на 4 года заморозить все налоги в нашей стране. С тем, чтобы предприниматели, руководители промышленных предприятий могли строить планы развития своего предприятия как минимум на 4 года. Мы поменяли с вами вектор на международной арене. Мы больше уходим на Азию. И еще в 2015-м у нас снова выборы. Выбирать будем местную власть. Правда, только депутатов горсовета. Политический вектор здесь не поменялся. Выбирать главу города напрямую владимирцам по-прежнему не доверяют. Александр Инин, Шестой канал.